Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Надо сказать, что даже вот сам пакет программ Сан-Антонио, насчитывающий 184 страницы, говорит о том, как много было представлено данных по раку молочной железы. Если на каждой странице 8 докладов, больше 1000 сообщений. Ну, наша задача, конечно, избрать то, что вот сейчас в первую очередь отвечает нашей теме, нашего семинара. И хотелось бы начать все-таки с местного, с локального лечения, очень коротко, потому что другая программа. Здесь очень важно, что вопросы системного лечения эндокринотерапии, теперь было таргетное лечение при высокой критерии негативной опухоли, более широко были освещены Сан-Антонио. Но, надо сказать, что многие доклады, которые были представлены Сан-Антонио в декабре месяце прошлого года, они сообщались частично и даже полностью на ЭСМО в Мюнхене, ну и других симпозах. В общем-то, за это время, конечно, как бы большой трансформации не произошло, но очень важно знать, что, скажем, лечение региональной зоны подмышленных лимфоузлов с учетом вот BFC-сигнальных лимфоузлов, Сан-Антонио и Фан-Антонио. Очень важны подходы лечебные в современной клинике. Скажем, бывает такая ситуация, когда в этих лимфоузлах, не менее чем двух, определяется метастаза. Что делать в этих случаях? Ну, обычно, как правило, выполняется эксерианная диссеркция полная. Ну, раз уже есть. А исследование, которое было проведено специально, АМАРОС, оно оценило пациентов, которые подвергались полной эксерианной диссеркции и пациентов, которые подвергались лучевой терапии на эту зону. Безотносительно, было ли выполнено мастектами или органно-сохраняющей операции, значит, вот такая была. Что оказалось? Что через 10 лет наблюдения рецидив региональной подмышки, после подмышечной лучевой терапии, радиотерапии, ну, почти в 2%, не так много. А при хирургическом подходе, ну, как бы у 1%, 0,93% почти в 2 раза. Но в обоих случаях, конечно, очень редкая, к счастью, рецидива, и практически нет отличий с точки зрения статистики, если оцениваться без метастатической выживаемости в этих группах, она была почти одинакова. Дальше, какие осложнения, скажем, лечения? Ну, вот было получено, что у больных подвергался лучевой терапии, но подмышечную зону. Чаще развивался рак во второй противоположной молочной железе, чем после целярной диссертации. 11 против 7. Ну, чем, как бы, это объяснить? Скорее всего, эти пациенты, особенно после сохранных операций, подвергались лучевой терапии молочной железы. И поэтому лучевое воздействие могло приходиться и на противоположную молочную железу. 10 лет наблюдения все-таки. Вот. Но, скорее всего, там истинные причины пока остаются неясны. Ну, и кроме того, все, кто подвергался хирургическому воздействию, чаще развивался римпатический отек и нарушение подвижности ничего сустава и верхней конечности, ну, и, конечно, отек верхней конечности и так дальше. Ну, если вообще говорить о этой проблеме хирургической, то, как бы, как считает Родгис, он основной докладчик, да, что все-таки, по-видимому, если тщательно отбирать пациентов вот на такое лечение, при наличии ветостаза в сигнальных импоузлах, то, скорее всего, есть пациенты, которые не нуждаются ни в лучевой терапии на эту зону, ни в хирургическом удалении. Это тоже очень важно. Это вот, как бы, он ссылается на какую-то работу, но не приводит ее. Ну, по-видимому, еще она, так сказать, не подсчитана и не оценена. Ну, и самое главное, как бы, общая тенденция, особенно в Европе, идет к сокращению объема операций в сторону сохранного лечения, включая это и биопсию сигнальных импоузлов, меньше реэксцизий. Вот. И, кстати, он задает вопрос, онкопластические операции, не преувеличиваем ли мы, так сказать, их значения? Ну, этот вопрос, да, остается открытым, потому что при этих операциях никогда не проводилась и почти невозможная рандомизация, поэтому здесь много вопросов. И нельзя ли вообще обойтись без операции после успешной неодевантной терапии? И здесь приводятся интересные данные, что, скажем, в Союзных Штатах Америки, где широко применяется неодевантное лечение и где достигается полный клинический регресс, 40% пациентов отказываются от, и это было представлено Сан-Антонио, отказываются от выполнения сохранной операции. Это вот и Мюнхенена, ЭСМА, и здесь этот доклад был повторен тем же автором. Это тоже интересно. В Европе более широкий подход к сохранной операции. Да, ну и, в общем, вот это, вот это исследование отказа от хирургического вмешательства после успешного выполнения неодевантового системного лечения, конечно, не рассматривается пока с точки зрения практики клинической, но проводится работа в том числе в нашем институте. Оценивается совпадение клинического диагноза, имеются в виду все методы лучевой диагностики, и патоморфологического. Насколько соответствует полное клиническое исследование, полное исчезновение опухоли, с патоморфологическим полным. Но, оказывается, даже при самых таких чувствительных методах, включая туда и МРТ, другие лучевые методы, только в 60-65% идет совпадение полного ответа клинического и патоморфологического. То есть клиницисты и лучевые диагностики преувеличивают этот андом. Но, в принципе, эти исследования безусловно будут продолжаться, когда мы видим доказанным морфологом полное исчезновение опухоли. И, конечно, здесь надо рассматривать, особенно в пожилом возрасте, такую меньшую локальную терапию. Тем более, нарастает эффективность лучевой терапии, широкое применение современных источников, защита органов грудной полости, тангенциальная полятость. Все это позволяет значительно сократить токсические эффекты лучевой терапии. Ну, а главное направление, которое рассматривалось в Сан-Антонии, более широко, это, конечно, системное видо лечения в зависимости вот от этих типов. В частности, лиминальные опухоли, ну, это известно, достигают 80-90% среди всех опухолях. Казалось бы, ситуация такая управляемая, тем не менее, именно при этих опухолях, при планировании лечения наблюдается очень высокая частота ошибок. ошибок связанных с неправильным определением экспрессии и ошибок вообще неправильной тактики. Так вот, мы многие вот эти вот сообщения рассматривали на своем отделении, там, поручили более детально посмотреть, какие были доклады, спрения и так дальше. И вот даже при карциномии ин ситу, особенно эндуктальной карциномии, как известно, рекомендуется в случае рецепта позитивной опухоли тамоксифен. Обычно в дозе 20 мг в течение 5 лет, иногда до 10. Но была представлена работа, где очень небольшие дозы, в 4 раза меньше, 5 мг в течение 5 лет достигает тот же профилактический эффект, в смысле рецидива заболевания, но уже не в форме карциномы ин ситу, а уже инвазивного рака, ну, в частности, эндуктального инвазивного рака. Дольковая карциномия ин ситу, это вообще особая ситуация, где идет пересмотр, надо ли ее вообще называть карциномой. Надо сказать, что есть исследования с участием нашего института Великобритании, это использование при DCIS, то есть доктального карциномы ин ситу, ингибиторов ароматазы, ну, в посменопаузе, конечно. И вот такой же эффект снижения числа прецидивов, но лечение значительно тяжелее, остеопороз и так далее, осложнение ингибиторов ароматазы. Если достижим тот же эффект при маленьких дозах томоксифену, то, конечно, в будущем он вытеснит вот эти более сложные подходы. Ну, а переходим к адрозинному врагу. Лиминальная а вот идеальная мечта. Выясняется, что во многих центрах и клиниках вообще преувеличивают удельный вес лиминальной а по разным причинам, что их пропорция гораздо меньше, чем обычно сообщается. Не так часто они встречаются. Если брать все, экспрессию рецепторов эстрогенов, особенно прогестерона, степень злокачественности, Ки-67 и так дальше. Так вот, что суммарно как бы рекомендовалось при категории Т1-2, то есть первая-вторая стадия, лиминальная а. Если это преминопауза, то по-прежнему тамоксифен 20 мг 5 лет. После минопаузы можно рассматривать вопрос о том же тамоксифене, если есть противопоказания к тамоксифену, ингибитору ароматазы тоже 5 лет. Следующая ситуация с наличием региональных метастазов Т1-2 и Н1 метастазом преминопаузы. Даже если это относится к лиминальным ОА, сначала рекомендуется химиотриппобоза, в большинстве докладов так и звучало это и раньше, химиотерапия и последующим переход на томоксифен 10 лет. Ну, так как в программе Атлас, там точно так же. Как бы подтверждается вывод Оксфордского университета, что должно быть последовательное лечение преминопаузы, химиотерапия, которая может сопровождаться для защиты за ладексом, защиты яичников, и дальше томоксифен 10 лет. И в преминопаузе возможный другой вариант и томоксифен, ингибитор ароматаза, но тогда это более сложный подход. Это уже 5 лет и обязательно защита лг-релизин гормон ладекс или аналоги препаратов. Пост менопауза, химиотерапия не всеми поддерживается, даже вот в такой ситуации, далеко не всеми, и раньше. Все-таки дается преимущество ингибиторам ароматаза, но уже не 5 лет, а 7 лет и более. Но абсолютных доказательств нет, только отдельная работа показывает, что можно, если нет побочных эффектов и более длительное лечение ароматаза, ингибиторами ароматаза, как это было с томоксифеном. Но эндокринотерапия и всякие новые направления все-таки обычно связаны сначала с оценкой 4 стадии, но и в основном в последнее время оценка в гнилодивантном режиме. Вот это название вот этой лекции, очень хорошая лекция, времена могут измениться все, что касается эндокринотерапии. Да, очень приятно, что при рассмотрении как бы вот этих программ неодеваемой терапии там люминальным А, ну, то, что я вам говорил, высокая экспрессия стероидных гормонов, низкая экспрессия КИ-67, вот, ищет как бы, ну, то есть абсолютное доказательство, что это именно алюминиальный рак, значит, здесь, возможно, начало неодевантогормонотерапии. Как правило, речь идет о посменопаузальном статусе и назначении ингибитофороматаза. Лобулярный рак тоже часто попадает в эту группу, потому что они, как правило, рецептор позитивный. Ну, кого рекомендуют? Вот это пожилые женщины с короткой ожидаемой продолжительностью жизни, вот, или желанием отодвинуть как можно дальше хирургию. Ну, понятно, суживается, хотя, по идее, так сказать, была применять более широко неодевантное лечение. Но даже если так, вот, надо сказать, что в Российской Федерации крайне редко применяется неодевантная гормонотерапия. Вот на этом фоне приятно было видеть вот этот, в этой лекции сообщение о, так сказать, о наших подходах, почему-то повторно, о наших подходах книги «Девантная гормонотерапия». Публикация еще 207-го, 2007-го года. На самом деле публикация была в 2003-м году в Париже, затем в 2004-м выступление на Оск, потом в 2005-м и публикация была в журнале «Нашнл Кансер», а затем в журнале «Кренс» в 2007-м. Ну, даже так, 14 лет прошло вот первая работа и каждую конференцию вот эту работу нашего института, как правило, вот этот именно слайд показывает, что говорит о том, что наш институт был пионером в этих подходах. Казалось бы, что тут странного? Естественно, при рецепте позитивной опухоли сравнить у пожилых гормонотерапию с химиотерапией, но как-то никому не приходило в голову раньше нас. Так вот, что выяснилось, что все-таки само назначение очень важно. важна продолжительность лечения. Мы, как правило, не решались продолжать неодеванты, гормонотерапию, как и другие центры, больше четырех месяцев. А вот отдельная работа показывает, что если фенинцист и лучевой диагноз видит уменьшение размера опухоли, то следует продолжать. и мы уже отмечали, что крайне редко наступает полный морфологический регресс в этих опухолях. А вот при длительной терапии в течение года у 17% пациентов наступает полный морфологический регресс. То есть вот это направление надо и дальше всячески оценивать. Ну, понимая, что надо четко уловить момент, когда опухоль перестает уменьшаться и, может быть, так сказать, и прооперировать. Сохранить молочную железу часто удается или уже вообще не оперировать, продолжать лечение, особенно у пожилых, и ограничиться только гормонотерапией и лучевой терапией. То, с чего мы там начали в отношении химиотерапии. Ну, конечно, я уже говорил, что 80-90% пациентов наших, если брать смешанные группы, там, коэкспрессия рецептов эстрогенов и HER2-экспрессия, там, 3+, вот, конечно, это очень смешанные группы, но все-таки значительная часть, почти половина больных в конечном итоге, с этими формально относящиеся к гормонозависимым опухолям, к люминальным карциномам, они резистентны и с самого начала, что мы узнаем при терапии, там, четвертой стадии, при неводиоантотерапии, или постепенно в ходе лечения возникает резистентность, допустим, мы назначаем на 5-7 лет ингибитор ароматаза, они уже через год фактически, если наступила мутация, вот, первая строка СР1, это означает, что эти пациенты не чувствительны к ингибиторам ароматаза, надо переходить или на другой препарат, допустим, фольверстрант, добавлять палбоциклип, циклинзависимый киноза и так дальше, и многие другие перечисленные признаки, хорошо известные. Так вот, именно открытие вот этих мишеней, таргетов, позволило получить антитела или препараты, которые ингибируют, ну, допустим, циклинзависимый киноза, там 4,6, албоциклипом, известный, утвержденный в России, а бемоциклип, рыбоциклип, еще не утвержденные, но еще более эффективные препараты, и последний строк, это мы будем чуть позже рассматривать, даже при люминальных опухолях, люминальном В, когда нет чувствительности гормонотерапии, эти опухоли, вот именно только эти опухоли и чувствительны к иммунотерапии, допустим, используем чекпоинт ингибиторов, известные препараты, пембролизумаб, атезолизумаб, которые исследуются и в нашем институте, которые, и только которые, плюс химиотерапия, конечно, воздействуют на эти опухоли, то есть, большая, это была целая лекция, открывается большая полоса возможности лечения люминальных опухолей, не используя гормональных препаратов, которые у них неэффективны. Ну, переходим к еще более агрессивные опухоли, но все-таки какие-то имеются достижения, хитро-позитивный рак. Большая лекция, стюарт шмидт, и там несколько докладов, вот, прекрасные доклады, информация. Вот, докладчик начал вот с этого слайда специально тут никаких переводов, Нью-Йорк Times опубликовала 20 лет назад такое сообщение Food and Drug Administration значит ФДА одобрило новый препарат направленный на гены, который встречается вот этот НЧР Ген 2 который встречается в 30% у 1,3 пациентов и получен не просто этот открыт препарат герцептин тростом который спасает так сказать пациентов от этого грозного заболевания. Так вот через 20 лет или в течение 20 лет было выяснено что не 25 не 30% экспрессии а только приблизительно 15% если брать в чистом виде и не брать коэкспрессию с эцетром эстрогенов 1,3 значит отпадает уже половина этих пациентов ну конечно констатироваться что хердлотаргетная терапия значимо улучшает прогноз пациентов с экспрессией как вне дивантом а дивантом а также при четвертой стадии метастатическом раке и вот эти работы четвертая стадия Клеопатра кстати с нашим участием да когда двойная терапия не только тростозумаб но и пертозумаб позволила плюс конечно химиотерапия позволила значительно улучшить даже пятилетнюю выживаемость из больных с ранее неуправляемой опухой ну и конечно за этим или почти параллельно последовала серия неодевантов испытаний в частности вот левая столбец это неосфера тоже с участием России которая показала что двойная комбинация пертозумаб плюс доцепоксел три препарата это вот вторая позволяет добиться выраженного регресса почти у половины больных а если отбросить больных с рецептор позитивным эстаген рецептор позитивным так еще и больше но вот что очень важно интересно вот такая же двойная блокада третья строка без химиотерапии позволяет достичь полного регресса только там где-то у 16 процентов то есть резко без химиотерапии это и в трюфе не подтвердилось без химиотерапии эта схема не столь эффективна как хотелось бы ну вот еще очень важно что когда мы определяем экспрессию с помощью иммуногистохимии то тут надо иметь ввиду что если оценить с точки зрения молекулярной генетики допустим пам-50 вот такая есть методика которая позволяет более точно в рамках иммуногистохимии приедет подтип заболевания и ответ на лечение вот скажем двойная тоже комбинация но однонаправленная тростолома плюс лопатеник при люминальном формально отнесем к трем плюсам по иммуногистохимии ни у кого нет регресса полного люминальный б 13% а вот только энрич обогащенный истинный экспресс да 41% полного регресса без химиотерапии на атотерапии ну и базально подобное фактически один из подтипов трижды негативного там у 11% полный регресс то есть как очистить вот эту группу от других подтипов вот это как бы важнейший вопрос и дальше это объясняет почему почти у половины да и на больше больных после проведенной таргетной терапии и химиотерапии ну в испытании Катерина там из таргетной терапии в основном тростозомам герцептин и схимиотерапии в основном токсана но были и другие варианты и двойной блокады и так дальше вот почти у полу тысяч пациентов с этим заболеванием выявлено резидуально остаточная опухоль не поддавшись этой терапии вот вот эту группу рандомизировали на прием препарата ДДМ коксила который все знают 14 циклов или продолжение одевать до терапии тростозомам тоже 14 циклов каждые 3 недели ну и что оказалось оказалось что пока трехлетний результат уже там четко оценены то все-таки у пациентов которые подвергались терапии ДДМ один коксилой выживаемость на 11% с лишним выше это во-вторых если брать выживаемость без отдаленных метастазов отличие так сказать не столь рельефно но в пользу ДДМ 6,7% ну а если брать общую выживаемость в общем достоверных отличий нет пока только тенденции но и сроки наблюдения мало 3 года недостаточно для опухоли молочной живота но здесь надо сказать что я уже говорил когда на отделении это вы представляли что все-таки вот мы на нашем отделении когда проводим неодевантную терапию тростозуба плюс химиотерапию и наступает вот это не удается добиться полного регресса там остаточную опухоль мы дальше продолжаем по протоколу тростозуба но добавляем другую химиотерапию которая уже не токсаны а допустим капецитабин или платину в адевант в адевантном режиме потому что в этом исследовании получается что сравнивали очень сильный препарат ТДМ то есть мтензин фактически агинхимический препарат связывали с группой где уже доказана неэффективность таргетной терапии ну как говорится это дело исследователей важно то что все-таки в арсенале врачей появляется вот новое показание для использования ТДМ с хорошим так сказать эффектом и самое главное врач получает право назначить это лечение мы допустим там следующей линии а кто-то там первично если пациент значит согласен с таким лечением то он имеет право требовать выписки этого или рекомендации этого препарата ожидается что где-то в августе эта схема будет утверждана Российской Федерации ну и что вот как бы докладчик это все доклад стерто это мы просто комментируем что все-таки вот многократно пересматривалась и пересматриваться фердопозитивность как помощью ИГХ разное число клеток подсчета там то столика то потом коллеги американских патологов еще раз пересматривали и пересматриваться оценка модификации фейш тоже многократно ну как бы он такой выводил необходимо более точное может быть еще какая-то будет определение истинной так сказать экспрессии вот ну как бы предсказующие маркеры таргетной терапии но они все пока в фазе так сказать гипотез если бы мы знали точно предсказующие маркеры чувствительности просто зумаба герцептин и тем более иной комбинации то такое лечение дорогостоящие назначалось бы именно этим больным а получается что половина больных получают лечение особенно в одевантах режимах когда невозможно последить до 5 лет чувствительности получаете он опрасно и как бы средства здравоохранения идут не по назначению ну и наконец самая трудная ситуация хотя относительно редкая но чрезвычайно трудная это так называемый тройной негативный или трижды негативный рак где уже известно что существует не менее шести подтипов может быть и даже и больше разнонаправленных и объединяющих только тем что там нет экспрессии рецептов стероидных гормонов за исключением возможно вот там где есть рецепторы андрогенов совершенно разные ситуации в том числе среди них есть иммуноводулирующий тип и тип с мутацией БРЦ1 где есть хоть какие-то перспективы в ближайшее время мы видим этих пациентов часто видим что они сначала очень неплохо реагируют на химиотерапию как на антрациклины так на токсан и на платину и вот интересный этот обзор который сообщался сначала в юс джема в этом журнале джема вот и там упоминался в этом докладе что все таки если сравнивать эффект скрининга и лечения то при всех потипах включая люминальный там хер-2 позитивный и прочее все таки от системного лечения пациента выигрывает в большей степени чем от скрининга раннего выявления потому что при любом размере опухоли можно достичь какого-то эффекта а вот при трижды негативном вклад скрининга то есть выявления именно минимальные опухоли еще позволяют надеяться на какой-то успех лечения все остальное вот 52% на лечение там пока надежд не так много пока нет убедительных доказательств ну вот так сказать некоторые предложения которые обсуждались и там и в нашем институте мы это уже представляли какие могут подходы если это люминальный ну уже люминальный андерген рецептозависимый там могут быть их не так много вот антиандрогены вот гиперактивация биотрихи эктиэмтор много раз это оценивалось в том числе и при хердопозитивных опухолях эмтор и при гормонозависимых опухолях эверолимус блестящих так сказать подтверждений нет при мутации ингибитор пар ну первое поколение оценивалось в нашем институте там особых достижений нет вообще нет а вот последние препараты которые в Сан-Антонио сообщались там есть какие-то надежды и что удается все-таки какой-то получить эффект в первой и второй фазе исследования и наконец вот большие надежды конечно на иммунотерапию и особенно это касается и прежде всего трежнегативных рак которые очень чаще и значительно наблюдаются во-первых опухоли институте лимфоциты тилс и определяющий более благоприятный прогноз этих опухолей и часто определяются чекпоинт-ингибиторы и в принципе применение ингибиторов значит вот вот этих так сказать чекпоинт иммунных позволяет контролировать заболевания сейчас заканчиваются исследования проводимые итальянской группой включая там Германию там разные страны в том числе вот наш институт где мы не знаем какой пациент получали какой препарат был отезодезом или плацебо но мы видим что все-таки есть пациенты где такие язвенные формы и цикловый эффект скорее всего отеза но это будет информировано наверное уже после АСКО кто чего получал чтобы уже узнать как бы перспективы ну и всем спасибо за внимание мы ожидаем всех в гости в Санкт-Петербурге на наши белые ночи спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...